2021 год неминуемо идет к концу, заканчивается и среда, 29 декабря. Чем она запомнится, расскажут журналисты нашего канала. Я, Михаил Меньшинин, приветствую вас и мы начинаем. В Северодвинске откроют дорогу продолжение морского проспекта. Сделать это хотели раньше, но что помешало и все ли в порядке теперь? В САФУ вакцинируют иностранных студентов. Процедура добровольная и важная, но почему до этого дошли только сейчас? Почти 2 миллиарда рублей будут направлены на капитальный ремонт школ региона. На примере Нянда мы оценим фронт работ. И, наконец, увидим, как преобразилась Карпогорская библиотека имени Абрамова, почему ее сравнивают со столичными читальнями. В Северодвинске уже завтра, 30 декабря, откроют новую дорогу. Вернее, продолжение проспекта Морской. Запустить транспорт там планировали еще в конце октября. Почему затянулись сроки, выяснял Николай Цып. Участок проспекта Морской с круговой развязкой начали строить еще в 2019 году. Задача была довести асфальт до существующего неиспользуемого моста, а дальше связать морской проспект с Солженским шоссе. За время стройки трасса превратилась в отличную прогулочную зону, но с сегодняшнего дня дорога для машин, тротуар для пешеходов. Открыть здесь движение планировали еще в октябре, но подрядчик, который выполнял работы по подготовке моста, справился с задачей не с первого раза. Проверить состояние дороги выехали депутаты и глава города. Кроме затянутых сроков сдачи впечатление подпортило и большое количество неуборного снега. Вот сегодня вам день на это. Я сейчас приеду, поручение Ковальчук еще дам по чистке дороги. Теперь впереди еще несколько больших дорожных строек. Проспект Победы, соединение Юбилейной с окружным шоссе и продление проспекта Труда. Акцент пока на улицу Юбилейная с окружной объединения. Там возможно оба этапа с развязкой на коммунальная окружная юбилейная, то есть перекресток вот этот. И следующий уже этап это вот и победы и дальше уже труда. Вот все это буквально в ближайший год-два должно начаться. Водителей просят обращать внимание на новые дорожные знаки. Проспект Морской теперь главная дорога на перекрестке с Солзинским шоссе. А поворот налево здесь запрещен. Ответим, что проблемный старый мост решено перекрыть для движения транспорта. Этот деревянный мост через реку Кудьма перекроют не завтра, а примерно через месяц. Именно такой переходный период выбрали в администрации города для того, чтобы у водителей сформировалась новая привычка ездить по новой дороге. Ну а этот участок Солзинского шоссе вскоре вовсе выведут из эксплуатации. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. Квоты на высокотехнологичные операции на сердце должны быть увеличены. Этот вопрос был в центре внимания на совещание в правительстве. Неделей раньше его подняли хирурги первой городской больницы на встрече с губернатором. Надо максимально, так сказать, что наши жители, я так понимаю, что это в основном люди уже, скажем так, заслуженного возраста, чтобы они имели возможность сделать эту операцию. Она, я так понимаю, является менее травматичной, чем полостные операции. И в этом смысле серьезным образом улучшить качество своей жизни. Напомним, что на прошлой неделе хирурги первой городской клинической больницы впервые провели транскатетерное протезирование аортального клапана. Проще говоря, это замена клапана сердца без открытой хирургии. За два дня врачи первой городской сделали четыре таких операции, в том числе 90-летней пациентке. Вопрос о квотах глава региона поручил заместителю председателя правительства области Олесе Старжинской держать на личном контроле. Сейчас о теме, под знаком которой прошел весь год. Вакцинация. Полностью привились от ковида 477 тысяч северян. Полмиллиона прошли первый этап, в том числе теперь и иностранные студенты САФУ. Вакцинацию для них организовало руководство вуза. Студентка САФУ Дарья Паршина родом из Узбекистана. И на вопрос, делать или нет прививку, давно дала утвердительный ответ. Другое дело, что до сегодняшнего дня привиться спутником Лайт, а в России иностранцам разрешена только эта вакцина, было проблематично. Сегодня Дарья вместе с сотней других иностранных студентов САФУ наконец дождалась заветного укола. Тем более прививку делают прямо в университете и за счет самого вуза. В иной ситуации иностранцам за одну дозу пришлось бы заплатить чуть больше 400 рублей. Сумма эта для студентов, в общем-то, хоть и небольшая, но тем не менее принято решение, что студент платить ничего не должен. Мы должны сделать все за свой счет. Это первое. И так как граждане России прививаются и вакцинируются также бесплатно, но за счет средств ОМС, поэтому, чтобы никакой дискриминации не было, решено сделать именно таким образом. Вместе с иностранными студентами в САФУ уже на ревакцинацию идут некоторые преподаватели. Борис Чернявский из-за ковида потерял сразу нескольких друзей. Поэтому, как только появилась возможность, не раздумывая привился. Ну а повторить процедуру через полгода и вовсе считает делом чести. Пошел я по убеждению, потому что у меня много курсантов. Они неубедительные ребята. Бывает, что толпа зайдет, а потом у меня и насморк, все остальное появляется. Вот поэтому решил так. Кстати, самих студентов на вакцинацию решили мотивировать проверенным способом. Призами. Среди привитых ВУЗ разыграет поездку в Арктику, а еще макбук, наушники и другие ценные подарки. Для этого надо иметь сертификат и сделать репост записи из группы Студсовета ВКонтакте. Ссылка на экране. Итоги подведут 14 февраля. Артемий Заварзин, Михаил Меньшинин, Светлана Михеевская, Регион 29. К другим темам. Валмет и АЦБК заключили второй в этом году контракт по дальнейшему эколого-техническому перевооружению производства. Ожидается поставка на комбинат оборудования стоимостью почти 24 миллиона евро. В рамках программы повышения экологической эффективности АЦБК реализует проект по очистке конденсатов в упорной станции производства целлюлозы. Оборудование поможет обновить системы газоочистки. Это сбор и сжигание в специальных котлах. А это снижение выбросов в атмосферу серосодержащих соединений, доставляющих наибольшее беспокойство жителям города Бумажников. На комбинате подчеркнули, что техническое перевооружение производства выполнят при условии положительных результатов общественного обсуждения. Будут рассмотрены результаты оценки воздействия на окружающую среду. Как отметил директор по инвестициям ПАЛП Милхолдинг Владимир Крупчак, программа техперевооружения архангельского ЦБК нужна для устойчивого развития компании, в том числе снижения влияния на природу. Использоваться при этом будет наилучшей доступной технологией по всем установленным показателям. Почти 2 миллиарда рублей будут направлены на капитальные ремонты школ региона. Председатель правительства страны Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Еще около 300 миллионов предусмотрят во властном бюджете. В списке 26 школ. Среди адресов найдем и Няндаму о том, что предстоит сделать и в других уже реализованных проектах. Большой репортаж Александра Богдановича. Седьмая школа Няндамы нового года особо ждет. Ведь в 2022 году здесь запланирован большой капремонт. Работа предстоит колоссальная. Школа большая, престижная. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы, во-первых, интерьер весь поменялся. Красивая замена окон, дверей. Капремонт планируют начать уже в марте. При этом учащиеся будут распределены в другие школы, чтобы учебный процесс не прерывался. Мы постарались максимально распределить так, чтобы учесть все имеющиеся пожелания. Но, как любой ремонт, он имеет вместо какие-то неудобства. Но я думаю, что эти неудобства приведут в дальнейшем создание очень современного и качественного объекта. Всего на капремонт выделили порядка 130 миллионов рублей. Отметим, капитальный ремонт школы проходит под контролем партпроекта «Единой России. Новая школа». Помимо федеральных средств, которые по программе пойдут на капитальный ремонт школ, нашим комитетом поддержана инициатива фракции «Единой России» по вынесению поправок, по выделению именно образования дополнительных средств на продолжение капитального ремонта школ, общообразовательных, это в районе 101 миллиона рублей. К первому сентября следующего года школа уже обещает предстать в новом виде. А в этом году в большой радости прибывает Мошенское сельское поселение. Здесь открыли новую модельную библиотеку при поддержке партийного проекта «Единой России. Культура малой родины». Встречает гостей здесь вот такой робот «Нян». Это инновационный робот, который отвечает на любой запрос посетителя. «Нян, привет!» «Приветствую!» Но это не все ноу-хау модельной библиотеки. Теперь, например, астрономию здесь можно изучать не только по книгам, но и на деле. «У нас есть полноценный телескоп. Я знаю, что здесь есть ребята, которые очень любят астрономию. У нас библиотека также очень увлекается данными науками. Но, к сожалению, у нас не было оборудования для того, чтобы показать ребятам созвездия, например, чтобы они могли рассмотреть планеты Солнечной системы». А в поселке Заозерный Няндамского района молодежь вовсю готовится к встрече Нового года в обновленном Доме культуры. В этом году ДК также существенно обновился. Здесь полностью отремонтировали все помещения, сцену и сделали утепление. Ремонт проходил под контролем партпроекта «Культура малой родины». «Партийный проект – это все-таки показатель приоритета, который выбирает фракция «Единая Россия» как в областном собрании, так и в Государственной Думе. То есть на что принципиально необходимо направлять бюджетные средства при формировании государственных программ. И в этом плане Няндамский район очень показатель, потому что здесь за последние три года мы объективно видим реальные действия финансирования именно сельских поселений». На следующий год запланирован капитальный ремонт в 17 домах культуры региона. Продолжится и создание модельных библиотек. По инициативе партии «Единая Россия» в 2022 и 2023 годах капитально отремонтируют 26 школ в 13 муниципалитетах Архангельской области. На эти цели наш регион получит 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Еще порядка 300 миллионов предусмотрено в областном бюджете. Александр Богданович, Ольга Красулина, «Регион-29». Секунда рекламы, а после совершим маленькое фотопутешествие по Архангельской области. Приготовьтесь. Что подарить близким из Архангельской области? Подарите тепло родного поморья. Бренд «Доска Треска» – это одежда и сувениры специально для северян. Ищите нас на втором этаже Титан-Арены или заказывайте с доставкой на доскатреска.рф. Увидеть красивейшие фото и совершить виртуальное путешествие по живописным местам – все это уже сегодня смогут сделать жители и гости Архангельска. На набережной открылась уличная выставка «Открытый север». Впечатлился и вдохновился мой коллега Аким Самедов. Немногие регионы нашей страны могут похвастаться аэропортом, в который идут не только за полетами, но и за знаниями. Музей-аэропорт Лобшинги не только сохранил свое основное назначение в деревне с населением в 200 человек, но и внес лепту в сохранение истории малой авиации на севере. А внутреннее его убранство – настоящий портал в 70-е годы прошлого века. Здесь нет дорог из областного центра. Несколько раз в неделю летает легендарный Ан-2. Вот и сегодня Аннушка прямиком из Лобшинги, но не прилетела, а запечатлела себя благодаря руке мастера. Путешествие из одного музея в другой, уже на открытом воздухе, благодаря итоговой фотовыставке «Открытый север-2021». Это результат седьмого регионального этапа проекта. Всего на него отправлено 1470 работ, а лучшие из них в четырех номинациях выбрало жюри. 12 работ победителей и кадры, которые отметили эксперты областного туристско-информационного центра. Мне вообще фото выставки нравятся. Это было как бы и в прошлый раз интересно, и сейчас очень нравятся. Снимки очень нравятся. Хорошее дело. Может, какая-то из работ особенно вам приглянулась? Ну, она обновляется, это фото, как я понимаю. Почему не делаете? Ну, все хорошие, вот эти фото все хорошие. «Открытый север» не только делится эффектными работами фотографов, но и знакомит жителей и гостей региона в самой доступной форме с красотами Архангельской области. Мы безмерно благодарны каждому участнику, фотографу, который предоставил свои фотографии и участвовал в фотоконкурсе. Тем самым они проявляют абсолютно искреннюю любовь к нашему северу. Голос, дыхание, душа, характер. С победителями в номинациях можно ознакомиться, если прийти к выставочным стендам на набережной около площади Мира. Экспозиция открыта до середины января. Аким Самедов, Денис Линчевский, Регион 29. А теперь на Пенежье в Карпогорскую библиотеку имени Абрамова. Она давно стала символом района и в новом году отметит 104 года. Но в этот сезон заметное преображение. Первые посетители уже оценили современное пространство. Сделал это и Алексей Макеев. Модельная библиотека имени Абрамова в Карпогорах теперь не отличается от столичных. Все по последнему слову техники. Жители села могут подключиться к национальной и президентской электронной библиотекам, читать книги, размещенные на онлайн-платформе Литрес, да и много других вещей делать электронно. Говорят, слово модельная библиотека. Сразу какое восприятие? Кажется, что это стандартная, доведенная сверху сущность, которую нужно выполнить. На самом деле, модельного и стандартного только названия. Каждая библиотека, участвующая в проекте, по-своему уникальна. Это уже девятая модельная библиотека в регионе. Объединяет лишь задача открыть больше возможностей для самореализации граждан, что в первую очередь повышает качество жизни людей. Остальные ориентиры на пожелания жителей. И сохранение истории, и фольклор, и очень многие вещи, в которых сегодня нуждаются люди, оказание услуг, помощи, образовательных программ. В библиотеке появился многофункциональный зал. В нем можно провести конференцию, организовать компьютерные курсы или каворкинг. При этом все продумано и для маломобильных граждан. У нас работает краеведческое общество, краеведусы находят. У нас есть молодежный центр «Студия 48». Это молодежные инициативы, где поддерживаются. И у нас есть социокультурный центр «Территория», где, в принципе, любой человек может прийти со своими инициативами. Мы готовы их поддержать и помочь их реализации. Это не говоря о том, что мы работаем с творческим наследием Абрамова в том числе. Основной вклад в создание модельной библиотеки внесли районы администрации и правительство региона. Около 10 миллионов рублей поступило из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Скоро в библиотеке появятся электронные читательские билеты, продолжится обучение сотрудников. В ближайшие пять лет будет закуплено около 6 тысяч книг. Илья Нечипаренко, Алексей Павлов, Мария Постникова, Алексей Макеев. Регион 29. На сегодня это все. Желаю вам праздничного настроения и только хороших новостей в наступающем году. Будьте счастливы и ждем вас завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова